В нынешнем году в Ленинском городском округе более 26 тысяч детей пойдут в общеобразовательные школы. Из них 3,5 тысячи первоклассников. Лопатинская школа одна из самых молодых в округе, ей чуть больше года, но и одна из крупнейших. В нынешнем сентябре за парты здесь сядут около 1300 детей. Несмотря на сохранение особого режима, все же принято решение проводить торжественные линейки для первоклассников. Причем каждый класс персонально поздравляют педагоги и родители и представитель руководства муниципалитета, зачитывающий официальный адрес главы Ленинского городского округа. Дорогие ребята, уважаемые педагоги и родители, примите самые теплые сердечные поздравления с Днем Знаний и началом нового учебного года. День Знаний – праздник особый, близкий каждому из нас. Педагогам и родителям желаю терпения и оптимизма, счастья и гордости за успехи своих детей. Алексей Петрович Спаский. Всего в нынешнем году Лопатинская школа примет 8 первых классов. Здесь сделают свои первые шаги во взрослую самостоятельную жизнь порядка 230 маленьких жителей микрорайонов «Государев дом» и «Видный город». Школа – это не только учеба, ребята. Это целый, очень-очень серьезный отрезок вашей жизни. Это то время, которое позволит стать вам взрослыми, сильными, умными. В отличие от Лопатинской, видновская школа номер 4 – одна из старейших в городском округе. Она открылась в 1962 году. Здесь в три первых класса идут в общей сложности около ста первоклассников. Многие из находящихся здесь родителей сами заканчивали это учебное заведение, а теперь приводят сюда своих детей. Волнуемся очень, конечно. В третий раз это очень чувствительно пойти в третий класс. То есть на первый раз мы были сами, второй раз у нас была старшая девочка, а теперь младшая. Прошедший год из-за пандемии коронавирусной инфекции оказался не очень удачным как для школьников, так и для родителей. Как показала многочисленная практика, дистанционное обучение стало непростым испытанием для участников образовательного процесса. Прошлый год для всех, для нас был очень сложный. Но будем с оптимизмом смотреть в будущее и надеяться, что этот учебный год сложится по-другому. Естественно, что в самих учебных заведениях соблюдаются максимальные меры предосторожности. Будем надеяться, что у сегодняшних первоклассников все же будет полноценный учебный процесс с посещением школы, ответами у доски и живым общением с учителем. Максим Козлов, Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.